Состояние Ухтомского пруда беспокоит жителей города на днях. Неравнодушные люберчане встретились с депутатом окружного совета Леонидом Троицким и выразили свои пожелания по благоустройству территории вокруг водоема. Масштабная реновация Ухтомского пруда проводилась летом прошлого года. Приводить в порядок и, по сути, спасать водоем пришлось после работ, проведенных недобросовестными подрядчиками. Из-за перекрытых источников пруд начал пересыхать и наполняться лишь за счет дождей. Была проведена работа по благоустройству пруда, была чистка самого пруда, наполнение его. Было высажено 19 плодовых деревьев, 50 кустов сирени. Сейчас местных жителей беспокоит то, что деревья, которые росли вдоль пруда, срубили и тем самым убрали защиту от шума и воздействия транспорта. По словам Леонида Троицкого, это вынужденная мера. После урагана было принято решение ликвидировать все аварийные деревья. Мы просим высокими деревьями, дающими тень, засадить вдоль улицы Карла Липкихта. И здесь вот на этот пятачок, он стал лысый у нас, там тоже были деревья, они давали тень. Мы просто спасались у воды, а сейчас не спасешься. Кроме того, жители просят обратить внимание на состояние дорог вблизи пруда. После обильных дождей на проезжей части образуются большие лужи. Еще один важный вопрос – поддержание чистоты и достаточного уровня воды в водоеме. Здесь был источник, который питал пруд. Я сама лично в этом вагончике присутствовала, видела этот насос. Перед зимой, когда как раз нужен уровень воды, почему-то сразу осушили пруд. Депутат Леонид Троицкий взял на заметку пожелания жительницы и пообещал решить вопросы, связанные с посадкой новых деревьев, наполнением водоема и поддержанием чистоты на нем. Однако по поводу последнего обратил внимание, что и сами жители должны более ответственно относиться к окружающей среде. Обращаюсь ко всем нашим жителям. Дорогие друзья, давайте беречь то, что мы имеем, и будет наш город красивый, удобный и безопасный.